Доброе утро, мои дорогие! Семь утра, двадцать градусов. Вот это вот лето. Так, тут у нас что-то... Вот, у меня даже чайник новенький. Ох, как сидели вчера вечером. Двадцать градусов, да. Это Костя, когда много нас народу, он вот так вот мусорный мешок вешает. А вчера выбросили уже мешок, а все, что со стола туда... Это у него лайффак такой. Все сыпется с этой акации, никак не перестает. Ой, надо поливать. Я вчера не поливала вечером. Что-то тут у нас и шашлыки, и тут... Надо поливать теперь. Розочка сколько надо обрезать. О, один куст, только что-то не цветет. Стоит. Замер. Ну, так прям все хорошо. О, какие большие, красивые. Ну, и гранатик у меня весь расцветает потихонечку. Кто мне там писал? Пустоцвет не родит. Рот закройте. Девчонки, которые меня смотрят уже сколько лет, знают, что каждый год у меня по 40 штук здоровых гранат. Не знаю тоже, блин, чего за гадость написать. Ну, надо быть вот такими прям дурами, а. Чего пишете-то? Чего человек живет и не знает, пустоцвет у него или что. О, господи. Да, девчонки. Оно, дело такое, чем больше подписчиков, тем больше дерьма. У нас же, сами знаете, много каких людей. Не то, что за человека порадоваться. А у соседа баня сгорела, вот и хорошо. Ничего. Да ладно, бог с ними. Пусть пишут. Ну, ладно, в общем, короче, чайник у меня скипел. По мне уже какие-то жуки ползают. Пошла я, надо же мне чего-то съесть немножко и таблетки выпить. Да начинать новый день. Мои еще пока все спят. Мелкий сейчас встанет. Ой, родители приехали. И он опять капризный. Вот это вот орет. Вот это требует. Без родителей они все лучше. Вот видите, все поменено, начиная с тройников. За два дня. Машинку подсоединил. Все эти поменял. Говорит, мам, у тебя плохие, они греются. Так нельзя. Вот купил таких штук, тройников. Вот. Все поменял. Привез с собой альпинистское снаряжение. Крышу ремонтировать будет. Ну, он уже начал там. Но я вам потом покажу, что было и что станет. Вот. Он. Костя, он вообще за комфорт и безопасность. В двух словах, если сказать. Вот. Все, надо будет все мне убирать из дома. Ремонт будет. В общем, короче говоря, тут. Покоя тут не будет в ближайший месяц. Но я все равно умудряюсь. Хоть у рыбками. Так как у меня сейчас в этом доме никто не живет. Они все. Делаю вот такое украшение. Так. Хочу спросить. Оксаночка, посмотри. Понравится тебе так, так или нет. И мне позвони или напиши. Потому что я вчера тебе звонила, не дозвонила все вечером. Вообще, очень красиво будет. Ну, если что-то надо по-другому, сделаем по-другому. Пока я еще не доделала. Вот еще вчера доделала. Ну, это я видео снимала. Я же люблю, когда разбитые чашки там или бокальчики треснутые. Ну, там. Я из них делаю вот такие вот вазочки. Или просто делаю на ножки пепельницы садовые. Тоже для меня, например, дело нужное. Вот такие вот. Ну, а чего? Я не люблю на помойку выбрасывать. Если можно дать вторую жизнь. Мои едят арбузы. Я тоже кусочек взяла. А я выясняю, что такое топиока. А это, оказывается, из корней маниока. Вот эти розочки, наконец-то, мелкие, зацветают. Ну что, дошла очередь до моего сарая. Все разбирают. Все на помойку. В общем. Ой, кошмар. Эта штука нужна будет. А пока взрослые делом заняты. У нас тут вон, в жилете спасательном. Танюшка, у меня тут гранат. Чикарстань, а там цветов-то потом будет навалом. Знаете, клетка. Ну, я в том плане, они сам остаются, я вот здесь ходу. Ну, здесь, да, хоть ходить поудобнее. Ну, ходить, а оно еще остро отпикается в глаза. Это у меня молодежь отдыхать приехала. Да, у нас все серьезно. Такой отдых. Можно бухать. Ну, конечно, что еще на море с пивом. Все вытряхнули. О, сейчас я вам покажу сарай-то изнутри теперь. Посмотрите, Танюшка, все тут вымела. Хотя я подметала весной. Ну, когда, месяц назад. А когда стоит, что сюда выметает? Не, я двигала. Я их переставляла местами, вот эти стуки. А, тут моменты все. Вы видите, что творится? Это все на помойку. А уже сколько вынесли на помойку, а сколько Витя заберет. Какие-то печки. Печка электрическая маленькая. Какие-то обогреватели непонятные. Вот, надо ему отдать вот эту штуку. Она практически новая, но стоит уже 7 лет. Потому что Алинка, когда переезжала, она, знаете, что забыла? Чашу. Вон она, видите? Новая была. А чашу почему-то забыла. Так она и стоит. Вот, в общем, короче говоря. Еврейский погром, третья серия. Простите за мой французский. Все, Костя, все вымел. Ну, тут страшновато, конечно. Но, а че, сарай, он и есть в сарай. Здесь раньше, девочки, знаете, что было у прежних хозяев? Вот это вот, когда-то это был магазин. Когда-то. Вот тут приемка товара была. Это открывается оно, вот это железное окно. А потом, вот эти, которые нам продали дома, здесь был дайвинг-клуб. Они сдавали на выходные помещения. И у них была вот эта, ну, одежда, в которой опускаются под воду. Они все это напрокат, значит, сдавали. И здесь у них стоял, Господи, как он называется, скажите? Компрессор. Компрессор огромный, который накачивали акваланги. Вот, и они за деньги это дело заправляли, в окошко выдавали. Вот, так что у них тут все было продумано. Все, это тогда еще, по 7 тысяч рублей они брали за два дня, с человека, с прокатом, ну и с проживанием. А проживание было летний вариант, туалет на улице вонючий. Ну, в общем, страшные комнатушки, которые мы все переломали, и переделали, и перестроили. Вот, и был просто летний вариант оба дома. Сколько мы сюда денег бабахали, девочки, вы не представляете, миллионами. А в результате, вот видите, теперь Костя будет сам делать крышу. Вот они ее нам так сделали, что это все посыпалось. Вот, Костя привез с собой вот это вот альпинистское снаряжение, и будет все это по новой прибивать. Они, это банда-команда, которая делала, они масенькими гвоздиками, без шляпочек, по два гвоздика вот на целый лист прибили. Халяпщики, халтурщики. Вот. Так что, некогда моим молодым отдыхать. Ну, что? Надул? А, устал надувать. Танюшка там красоту наводит, расставляет. А я хочу вот этими цветными красивыми закрыть вот эти столбики. А из-за них типа пусть уходят. Ну, вот я и говорю. Что случилось, Саша? Ну, вот. Сейчас надо будет Сашу кормить и спать укладывать, а он же при родителях-то сейчас начнет тут. Я не я, хат не моя. Вот так кушает ребёнок. О, видите, погодка-то какая. Собрался Костя всё это зачищать, чего-то тут набивать и красить. Вот эти вот исправить. В общем, короче говоря. Ой. Помогли сегодня Мире. Ну, тут есть девушка одна. Вот. Открыть калитку. Заработали рыбу. Матрас-то как выгорел. Ну, сейчас он долго тут не проживёт. Сейчас они его быстро чем-нибудь проткнут. А мы разбирались в сарае и нашлись мои картины. Я уже про них и думать-то забыла. Вон, какая медуза интересная. Вот. Кто не знает, это техника флюетарт. А тут сова. Вот. Вы видите, это не просто грязное пятно. Это сова. У меня единственное, что я вот и перестала. У меня получаются очень тёмные почему-то. Ну, вот это понятно. Это... Ой, стекло. Это на стекле было. Стекло всё лопнуло. Это такой взрыв в космосе. Он понятно, что должен быть тёмный. Ну, а так, в основном, какие-то тёмные. А это я просто вот приклеивала стразики на картинку. Вот это вот не очень удачное. У меня их много было. Это тоже так. Было много. Вот одна в доме висит. Сейчас я вам покажу. Вот. Саша спит. Сейчас я вам покажу. Вон она. С китом и с рыбками, с медузами. Вон она. Такая вот. Там большой кит, потом сверху маленький китёнок. Вот такой вот есть. Не знаю, кто это. Спрут. В пучине морской. И вон там волк. Ну, и, собственно, остальное я раздарила. А что вешала на сарай, а что вешала на сарай, и дожди, и непогода добили. А это Алинкина у меня тут керамика. А это Алинкина у меня тут керамика кое-чё висит. Пока Саша спит, я тут занимаюсь переделкой, ремонтом для Оксаны. Вот одно украшение сделала. Сейчас вам покажу. Ой, мои хорошие, вы посмотрите, какая огромная роза. Ой, какая огромная. Прелесть какая. Боже ж ты мой. Одна на кусту. О, какая эгоистка. Одна цветёт. Красота. Пойду смотреть. Сашка, наверное, уже посыпаться. Время-то уже. Пятый час. Чего только не нашли в сарае. Господи. Ой, ветром всё пораздувало. Кто это тут проснулся? Ты выспался? Да. Да? Ну и хорошо. Сейчас оденемся и пойдём на улицу. Чего ты так смотришь? Не привык? Не привык? А ты пробейся. Что? Здесь часики как пробейся. Вот так. Часики? Ну так. А они неправильно ходят. Я ж тут не жила сколько времени. Ну. Хе-хе. Сейчас оденемся. Сейчас оденемся давай. Видите? Костя ремонтом крыши занимается. Я говорю, столько денег им заплатили. За эти крыши две. А теперь сам переделывает. Вот это-то нормальная крыша. Ну потому что она, видите, какая она? Слегка покатая. А эта-то вон какая сложная. А они ей поприбивали на массивенькие гвоздики. Вот купил теперь по-новой этих штук. Девчонки, представляете, натерпелась страху. Слышу грохот. Иду, а он висит вот над землей. На этой веревке. Боже мой, Господи, спать и сохрани. Кошмар какой. А все почему? Они не взялись переделывать. Даже за деньги. Налепили, черти-чет. Смотрите, у меня елка-то как в снегу от акации в цветочках. Господи, да-да? На мело. С крышей на сегодня закончил. Теперь вот чего делает курицу. Давай. Ну что, вот и вечер. Мы поужинали. Сейчас попьем чайку. Надо отдохнуть. Вот вроде коротко-коротко. Я снимаю вообще, ну коротко. Какими-то кусочками. А сколько за день монтировать вот эти кусочки. Это еще я же не все снимаю. Но. День пролетает, конечно. Просто. Как в песне. Вот она была и нету. Ладно, мои хорошие. Вы не обижайтесь на меня. Я сейчас просто вот не могу. Нет у меня времени. Отвечать. Я отвечаю уж прям только, знаете, когда какие-то вопросы. Прям там. Реально там. А так вот сердечки вставлю. Но я еще раз говорю. Это говорит о том, что я прочитала. Вот. Я все время о вас помню. И вон ребятам своим рассказываю. Про девочек, про которых я, ну прям знаю. С которыми я общаюсь. Так что, я вас обнимаю. Хорошего вам вечера. Спокойной ночи. Хорошей погоды. Душевного тепла. И всего-всего самого хорошего, мои дорогие. Давайте. До завтра. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»